hisense c20s водонепроницаемый смартфон пришедший на смену своему старшему брату c20 еще в середине 16 года но до сих пор не получивший ни одного видео отзыва если честно я тоже долго раздумывал заказывать него или нет это у меня на столе они выглядят по-разному из-за цветового исполнения корпусов в одном и том же цвете из визуальных отличий будет только наличие сенсора отпечатков пальцев и немного другое покрытие задней крышки усе 20s в остальном же по толщине и размеру типа защитного стекла экрана и других материалов покрытия корпуса все один в один по комплектации также без особых изменений но стоит только включить аппарата и начать пользоваться этот эффект дешевю возникший во время первого знакомства сразу же исчезает в первую очередь из-за разных версий операционных систем android их графических оболочек все абсолютно выглядит по-другому начиная с вызываемой верхней шторки и заканчивая самыми темными уголками меню настроек при этом чувствуется что разработчики действительно провели работу по улучшению интерфейса c20s так примеру положительным фактором можно отнести появление функции записи диктофоном телефонного разговора чего мне очень не хватало в си 20 кстати с качеством разговорного динамика и микрофоном си 20 с все отлично четко громко в отличие от все тех же первых партий си 20 более удобное приложение по управлению лет вспышка в роли фонариком все 20 с его можно теперь отключать одним нажатием кнопки разблокировки также порадовала вшитая программуля по смене экранной заставки при включении устройства очень похожие по смыслу и принцип работы с заставками windows 10 когда каждый день заливаются новые фоновые картинки из серии почувствую себя китайцам при этом направленность тем можно настраивать по вкусу помимо этого предусмотрено много полезных и главное правильно работающих штатных приложений без какой-либо навязчивой китайщины или рекламы начиная от предустановленного клинера зеркала калькулятора и заканчивая специальным приложением перевода интерфейса смартфона в драйв режим с поддержкой 4gcd также все гуд однако не обошлось и без проблемных мест ибо хайсенс без косяков это наверное не хайсенс первое это неполная русификация меню c20s местами смартфон даже ругается на китайском но все же основные разделы на русском перемешку с английским поэтому разобраться в принципе можно второе явно выраженные недопилы разработчиками в редакте операционной системы примеру через меню настроек невозможно посмотреть график работы батареи а тестирующая программу или 3d mark так вовсе разругалась на c20 и выдала в результате невероятно низкий оценочный балл следующая выявленная проблема была все также напрямую связана со второй уже озвучены установлено официальное приложение сбербанк онлайн отказалась полноценно работать ссылаясь на то что данное устройство рутировано поэтому пришлось на свой страх и риск скачивать пропатченную версию приложения благодаря чему ограничение получилось обойти благо на 4p да есть отдельное обсуждение касаемо данной ситуации и как с этим бороться важно однако подметить что с другими платежными приложениями подобных проблем на си 20 с обнаружено не было теперь давайте более детально пройдемся по технической начинке этого аппарата си 20 с снабжен 5 дюймовым ogs hd экраном с айпи с матрицей и защитным стеклом gorilla glass 4 можно выделить отличный запас яркости дисплея но в то же время правильно настраиваемый минимальный порог яркости для использования в полной темноте углы обзора также на отличном уровне си 20 с снабжен восьмиядерным процессором snapdragon 430 паре с ним трудится графический ускоритель adreno 505 оперативной памяти 3 гигабайта встроены постоянные 32 гигабайта имеется возможность расширения памяти посредством micro sd взамен второй sim карты основная 13 мегапиксельная камера со вспышкой и автофокусом фронтальная заявлена как 5 мегапиксельная однако тестирующее приложение указала на другую цифру в пределах 3,1 мегапикселя прояснила ситуацию информация инженерного меню оказалось что все 20 основная камера построена на фото модуле бренда samsung а все 20 с на модуле марки omnivision хорошо ли это или плохо обсудим далее при фото и видео тестах но вот модули фронтальных камер оказались абсолютно одинаковыми и там и там 5 мегапиксельные от samsung s5 k5 и 2 по работе bluetooth gps и вайфай модули замечаний нет в этом плане компании hySense зачет то же самое могу сказать о работе сканера отпечатков пальцев по температуре все в пределах допустимой нормы аккумуляторная батарея несъемная время полного заряда родным полтора амперным адаптером питания составляет ровно три часа емкость в 3200 миллиампер часов соответствует заявлены этого объема получалось растянуть даже до трех дней использования смартфона из дополнительных возможностей можно выделить наличие отиджи режима датчика освещенности цифрового компаса датчика расстояния и акселерометра тест antutu выдал оценку в 41 574 неплохой звуковой модуль выдает качественный четкий звук правда по какой-то причине производитель не включил в прошивку си 20 с дополнительного отслеживающего приложения которое мы могли видеть все двадцатом и в кей один аромит а сейчас давайте пройдемся по игровым приложениям так как это является одним из наглядных тестирований производительности железа а 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 Как можем видеть, несмотря на то, что смартфон 2016 года, разработки он все же еще в актуале по производительности и скорости выполнения задач. Ну а теперь пришла пора проверить водонепроницаемость устройства. Для большей зрелищности теста запускаю видео с рыбками. Итак, контрольный звонок, чтобы удостовериться в исправности смартфона после вводных процедур. В общем, слышим, что звук немного искажается из-за невысохшей защитной мембраны. Для этого потребуется около одного часа. Но самое главное, что устройство полностью исправно и тем самым подтверждает свое звание смартфона со степенью защиты IP67. Давайте также проверим, как обстоит дело с основной защитной заглушкой. Все сухо, как видим, вода не прошла. На этом, друзья, переходим к заключительному тестированию фото-видеомодулей смартфона. Не могу не похвастаться тем, что с обновкой смартфона я прикупил и новый чехол. Первое сравнение показало, что фото, полученное в широкоформатном режиме с нового C20S, имеет более яркую цветопередачу и детализацию. Это неспроста, так как фото-модули основных камер, использованных производителем в этих устройствах, как мы уже знаем, разные. К тому же стоит отметить, что C20S в родном приложении камеры получил более расширенный функционал, позволяющий производить тонкие настройки практически в один клик. Вот еще один пример, показывающий, что фото на C20S получается четче и контрастней. А это фото с фронтальных камер. Цветопередача у C20S получилась лучше, но общая детализация на обоих снимках практически на одинаковом уровне, что подтверждает информацию о схожих селфи-модулях в этих смартфонах. Ну а так обстоит дело с видеопотоком. Улучшенное железо позволяет C20S снимать с большим разрешением и битрейтом, но понятное дело, что стабильность самой получаемой картинки оставляет желать лучшего, так как отсутствует какая-либо стабилизация, будь то оптическая или программная. C20S не исключение в этом плане, потому как большая часть современных смартфонов не имеет эффективной системы стабилизации картинки, из-за чего видео с динамическими сценами, например при ходьбе или ином движении, получается дерганным и смазанным. Самым лучшим решением для такой задачи, конечно же, является электронный стабилизатор. Когда-то подобные устройства были очень громоздкими и дорогими, из-за чего позволить их себе могли только кинокомпании или ТВ-студии. Но прогресс не стоит на месте и сейчас компактные, а самое главное, недорогие стедики для смартфонов или экшн-камер можно найти на просторах Али с ценником даже ниже 100 долларов. Мой выбор пал на трехосевой стабилизатор SPG-3 со съемным аккумулятором. В комплекте с астетиком также идет мягкий чехол, который можно зафиксировать при помощи карабина и пользоваться в походном режиме. Для закрепления более компактных устройств, например, экшн-камеры или цифрового фотоаппарата, производителям предусмотрены специальные мягкие подкладки. Они также могут быть использованы для снижения передаваемой вибрации от электрических приводов стабилизатора, которые могут улавливаться встроенным микрофоном во время записи. Сама фиксация устройства съемки, в моем случае это смартфон C20S, сводится к закреплению его прорезиненными кулачками стабилизатора, после чего необходимо отбалансировать положение телефона. Для этого нужно открутить одно единственное крепление по центру, выставить смартфон и зафиксировать результат. Для включения стабилизатора необходимо удержать функциональную кнопку. Итак, устройство начало работать. Сейчас, как мы можем видеть, смартфон строго фиксируется стедиком в одном положении, вне зависимости от наклона самой конструкции. Для смены режима нажимаем в два раза ту же самую функциональную кнопку. Теперь, как можем наблюдать, стабилизатор, отслеживая мои движения, плавно соответственно изменяет положение смартфона. При необходимости можно снова вернуться к первому режиму. Проверим. И тройным нажатием производится поворот смартфона на 180 градусов. На случай ручной корректировки положения устройства тут же рядом предусмотрен джойстик. Ну, думаю, хватит теории, переходим к практике. Как можем видеть, разница в стабильности получаемой картинки со стабилизатором и без него очевидна. Плюс к этому, если пропустить полученный видеопоток еще через программную стабилизацию видеоредактора, то на выходе получим вот такой результат. Продолжение следует... В общем, я вполне доволен полученным результатом использования стабилизатора SPG-3 в таком даже в мобильном формате. К сожалению, конечно, зеркалку или системный фотоаппарат он не вытянет по весу, но я все же планирую его использовать не только со смартфоном, но и с цифровым фотоаппаратом или экшн-камеры. Так что, думаю, он станет хорошим подспорьем в моем арсенале технических средств по улучшению картинки роликов канала Китшопинг. Пришла пора вынести свой вердикт по C20S. Несмотря на то, что есть заметные недопилы в программном обеспечении, все же в общем аппарат вышел вполне удачным и долгоиграющим, так как даже спустя полтора года после выхода в свет, я пока не вижу конкурентов в этой ценовой категории среди защищенных смартфонов с процессором от Qualcomm, которые бы могли составить ему прямую конкуренцию в плане производительности или стильного, не кирпичного внешнего вида. Так что я решил оставить C20S себе в личное пользование, ну а C20 уходит на заслуженный отдых. На этом благодарю вас за внимание, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok